какие детали какие детали ну допустим детали таковы что допустим всегда через родителей близкого человека идет опасность жизни и поэтому их надо стараться любить лучше чем своих родителей это супер аскеза но это с этого того стоит вот если ты допустим относишься к свекрови допустим женщина относится к свекрови как своей матери это дает колоссальные плоды со временем она никогда своего сына не позволит она будет видеть что сын уходит в сторону ну что от матери ничего не скроешь и она его будет назад возвращать потому что она нашла любимого человека в лице его жены понимаете это единственное что нужно сделать женщины должны понять принцип отношений со свекровью чем принцип заключается принцип поняли все все нормально принцип такой мама всегда права я всегда не права и спокойно делайте как вы делаете вообще не парьтесь после мама говорит ты смотри дочка вот так вот себя веди сына нам сказали мамочка все буду стараться и потом раз вы сделали все как сделали как сами ну потому что вы вы как бы не можете человек не может делать то чего он не понимает семья это зона вашей ответственности допустим вы сами знаете как вам строить отношения с мужем и его мама говорит строй со своим сыном вот так отношения вы говорите мамочка буду стараться спасибо тебе что сказала все так и буду все целую тебя и вы не чувствуете что во первых что она мамочка вам вообще не чувствует что мамочка никакая она не мамочка на меня не понимает не любит она любит только своего сына вот второе вы точно никогда не будете так делать как она сказала потому что это вообще просто жесть и вы говорите мамочка целую люблю вы точно не любите ведь один обман сплошной но какой результат этого обмана так как вы у вас мотивы правильные вы хотите сохранить полюбить ее хотите сохранить отношения представьте какой будет результат следующий раз вы приходите доченька я узнала что ты все сделала не так вы смотрит на нее мамочка да это так это правда я сделала все не так я раскаиваюсь вот но знаете мамочка если честно я такая дура я вот так и не поняла как правильно делать как вы говорите мне так сильно хочется делать не так научите меня правильно делать пожалуйста и прям будто за ножки и обняли мамочка прости она скажет ну раз ты дурочка ничего страшного узнаешь на и научишься потом со временем и улыбаться начнет и для нее вот это то что она спросила она будет на десятом месте а главное любовь вот она говорит так себя вести с моим сыном потом думать так пусть ведете как хочет она хороший человек теперь у меня вопрос поднимите руку кто из вас со свекровью так себя вел и получил такой результат все железно работает а кто из вас вел себя не так а бунтовал и получил противоположный результат то же самое поэтому будьте осторожны с тещей тоже вот то же самое ну теща вот почему вот это почему вот знаете 20 процентов разводов происходит из-за эффекта растаскивания как это происходит вот мы есть мама с папой да они родные мама с папой как воспринимает нашу семью они воспринимают с опаской а вдруг мой ребенок там не получит части почему с опаской потому что допустим когда мама смотрит на дочь на жену своего сына она видит в ней свою судьбу а так как это есть судьба и и судьба потому там есть опасности и разочарование допустим или допустим понимаете ее бросил похожий человек на нее с этой девчонкой жить нельзя вообще не живи ни в коем случае это опасно потому что она с похожим человеком связалась и ее бросил этот человек мне остался осадочек но эта девочка она как бы не виновата понимаете просто она похожа так как судьба похожая у мамы и у сына понимаете получается тот же самый эффект вот нашелся такой же человек и дальше что будет наверно то же самое что и со мной поэтому ты с этой не связывайся вообще не нужно с ней как бы и мама вот так много говорит свекровь так говорит представляете моему мужу то есть я узнала как она вообще относится ко мне какой какой дальше какая реакция ну точно такая же мамочка я тебя люблю там все и как будто ничего не говорила и она будет реагировать на вас соответствии с вашей реакцией да доченька тоже люблю молодец и сама там козни строит потому что страх пока преобладает потом прошло время на бац понимает что она другой человек не такой как тот который меня бросил и успокаивается а потом начинает вас любить а потом не только любите еще защищать игры попробую и и брось я тебя прибью сыну то же самое с тещей то же самое она как бы боится за свою дочь она видит вот в этом мужчине опасность тоже боится и как бы а ты как бы ведешься как ребенок по отношению к ней макак мама там вот и прибежище у ней ищешь и и все и она защищает тебя если так ты будешь вести себя то она сохранила родители тогда не растаскивают укреплять семью начинает понимаете но надо знать что тебе придется через стену шагать вот когда ты ну бывает хорошая карма с родителями близких допустим у людей а бывает плохая и ты когда ну начинаешь вот говорить как ты хочешь какие отношения так так вести себя с родителями своего близкого человека играть в эти отношения как ты хочешь понимать это растапливает сразу эту стену понимаете а если ты поддаешься на их отношения то ты разрушаешь свою семью ну то есть надо смело вот понимаете из в этих отношениях надо быть очень смелым